Всем еще раз привет. Спасибо, что присоединились. Да, сегодня... Да, Светлану можно тоже пока отключить. Я все-таки скажу, когда, да, чуть-чуть попозже, да. Вот. Спасибо, что присоединились. Сегодня у нас интересная тема. Ну, наверное, потому что многие из нас сталкивались с акцией еще 3 вторника, и было бы интересно узнать, что-нибудь такое интересное. И более подробно, как это вообще готовилось, что это такое, откуда это пришло, какие результаты были достигнуты, как это вообще делалось, да, и какие-то нам дадут советы о том, как вообще проводить свои общественные кампании. Собственно, этот вебинар является одной из тем, которую мы освещаем в мае. Это темы общественных кампаний. Не слышно. Опять же, если кто-то может написать в чате и помочь мне, как обычно, сказать, что лучше использовать браузер Chrome или что-нибудь такое, да, или перезагрузить браузер, был бы здоров. В общем, потому что платформа, она такая не очень. Окей, ладно, давайте я скажу, что я обычно говорю, да. Меня зовут Алексей Ницца, меня можно найти в Фейсбуке. Если какие-то вопросы будут, буду рад ответить. Это вебинар «Теплица социальных технологий». Это образовательный проект. Сайт у нас te-st.ru. В социальных сетях мы везде «Теплица.ST». Сайт выглядит примерно вот так, и мы связываем две целевые аудитории. Это благотворительные организации, фонды, общественные организации, некоммерческие организации. И, с другой стороны, это IT-специалисты, какие-то специалисты в других областях. И мы, по сути, рассказываем им, как вместе можно сделать что-то полезное. Там, проводим различного вида мероприятий оффлайн и онлайн, да. То есть, если это оффлайн, то это, например, хакатон или воркшоп, когда на одной площадке мы собираем людей из разных областей, и они совместными усилиями делают различные проекты. В том числе, вот, мы проводим вебинары, где рассказываем о каких-то вещах в формате «Разбираемся вместе», например, какой-то сервис или какое-то понятие. Вот, либо мы приглашаем спикеров из разных областей, которые делятся своими знаниями о том, что они делают, как это делается. То есть, это отличная возможность из первых рук узнать что-то, что, в принципе, не можете узнать или погуглить, да, и задать свой вопрос. Соответственно, мы много чего пишем интересного. Советую подписаться на наш сайт и посмотреть. Так как мы проводим много мероприятий и, соответственно, у нас много видеоконтента, то также рекомендую подписаться на наш канал на YouTube. Сейчас там уже более 4 тысяч подписчиков, да, не слышно совсем. Давайте еще раз отвлекусь. Пожалуйста, кто-нибудь в течении напишите, что браузер Chrome нужно использовать либо перезагрузить, либо включить настройки доступа к устройствам. И хочу сделать акцент на двух плейлистах. Естественно, это запись вебинаров. Мы проводили три вебинара в месяц. Соответственно, накопилось достаточно много этот контент, где, в принципе, примерно за час рассказывается какая-то тема, да, вы можете посмотреть и там разобраться в ней, и потом уже копать более глубоко, либо найти какие-то для себя инсайты, которые вы можете использовать в своей работе, либо просто в той деятельности, чем вы занимаетесь, если вы, например, просто учитесь. И второй плейлист – это видеоуроки теплицы. Там уже тоже достаточно много видео. Это небольшие видеоформаты, там, от 3 до 7-9 минут, где также в таком кратком, сжатом виде показывается или рассказывается о каком-то понятии, о том или ином сервисе, который можно использовать в своей работе. То есть тоже много полезного можно найти. Там и есть про цифровую безопасность, и про дизайн, и про создание сайтов. Нет звука. Смотрите, давайте так еще раз проверим, кто меня слышит. Если меня кто-то слышит, это значит, что все хорошо работает. Вот. Окей. Супер. Вот. Это второй плейлист. И сегодня мы будем говорить, да, не об Ирине Горбачевой, хотя было бы здорово, если бы она приняла участие, но сегодня мы будем говорить именно о том, как это вообще делалось. Наверное, те, кто принимали участие в акции «Щедрый вторник», вот помнят такие вот таблички, которые можно было заполнить и выложить в своих социальных сетях. И, ну, наверное, давайте проверим, кто участвовал в этой акции, поставьте тоже какие-нибудь значки. Вот. А я пока тогда представлю Славу Карначевой, это менеджер программы «Щедрый вторник», и, собственно, представляет фонд КАФ «Россия». Светлана, тогда можно включить микрофон, да, и камеру. Я тогда передаю слово. Единственное, что надо теперь во вкладке «Документы» загрузить свою презентацию. Я ее там загрузил, просто нужно ее открыть, чтобы вы смогли ее листать. А я скажу, когда... Да. Ну вот смотрите, я загрузила, если видно презентацию. Там надо нажать «Открыть» и еще начать демонстрацию. Да, есть. А я скажу, когда... Здесь написано «Прервать другую демонстрацию». Демонстрация, я нажимаю. Да, да, да. Окей. Сейчас все будет. Вот, теперь видно. Все. Тогда я как бы отключусь на микрофон и передаю вам слово. Да, коллеги, добрый день. Алексей, спасибо большое за представление. Меня зовут Светлана Карначева. Я менеджер непосредственно проекта «Щедрый вторник». Также я работаю в фонде КАФ в качестве PR-менеджера. Сегодня я вам расскажу про инициативу «Щедрый вторник», что это такое, почему мы решили привести, мы, фонд КАФ, решили привести эту инициативу в Россию, что из этого получилось, с какими сложностями мы столкнулись. И самое главное, что в 2017 году у нас также будет «Щедрый вторник», и мы будем очень рады пригласить всех вас к участию в этой инициативе еще раз в этом году, и, возможно, кто-то из вас в рамках «Щедрого вторника» уже в этом году организует сам свою общественную кампанию. Несколько слов. Вначале скажу про фонд КАФ. Наверное, многие нас знают. Фонд практически уже 25 лет в России занимается развитием благотворительности, благотворительности, инфраструктурой благотворительности. Мы ведем программы каких-то крупных компаний, частных доноров. Также фонд КАФ серьезно занимается исследованиями в области благотворительности. У нас есть собственные большие проекты, которые когда-то были придуманы в КАФе, и сейчас ими пользуется огромное количество НКО. Например, это открытки вместо сувениров, проект, который был придуман вместе с КАФом много лет назад. У нас есть программа «Социально активные медиа», в рамках которой тоже, наверное, многие НКО им удавалось получать гранты в виде... Так, говорят, что меня не слышно. Поставьте, пожалуйста, мой плюсик, те, кто меня слышит. А, ну вот, отлично. Возможно, многие НКО получали гранты в виде бесплатного размещения в прессе своих рекламных материалов, которые непосредственно подали в программу «Социально активные медиа». И вот проект «Щедрый вторник» инициативы – это также один из проектов, инициатив, которые фонд КАФ в прошлом году впервые привез в Россию. Что вообще могу рассказать про «Щедрый вторник»? «Щедрый вторник» – инициатива, которая появилась в мире в 2012 году. Появилась она в Штатах. Как, наверное, многие знают, что в Америке есть такая история, как Black Friday, «Черная пятница», когда все магазины открывают двери для покупателей с огромными скидками, и после Black Friday сразу идет с Air Monday. То есть это все то же самое, но только это выходит в онлайн, в интернет. И, соответственно, один из американских НКО придумал историю, что, допустим, у нас есть два дня, когда мы тратим деньги, тратим ресурсы, что-то покупаем. Почему бы не придумать такой день, в рамках которого мы будем отдавать свои ресурсы, помогать кому-то или сделаем донейшн? И в ответ на Black Friday и Cyber Monday был придуман непосредственно Given Tuesday, который очень быстро получил распространение в Штатах. И вот если вы посмотрите на презентацию, то сейчас на карту, то огромное количество стран присоединились к «Щедрому вторнику», и количество стран каждый год увеличивается. В прошлом году было 70, в этом году мы говорим, что «Щедрый вторник» будет уже в 100 странах, возможно, даже больше. То есть там присоединяются, например, даже Танзания. В чем вообще суть «Щедрого вторника»? Это такая благотворительность малых дел. То есть, например, вы можете в этот день сделать что-то хорошее. То есть либо поддержать фонд, который вы поддерживаете и так все время, но поддержать его еще раз в «Щедрый вторник». Либо это не обязательно какая-то финансовая поддержка, это может быть волонтерская активность. То есть главное сделать что-то хорошее и рассказать об этом в социальных сетях, рассказать об этом в СМИ, где угодно, для того, чтобы привлечь еще людей к инициативе. Соответственно, в КАФ в прошлом году на конференции ведомостей в марте мы объявили о том, что в 2016 году мы будем организовывать «Щедрый вторник» в России. И вот, наверное, с марта 2016 года у нас непосредственно началась подготовка. «Щедрый вторник» в России – это платформа, на которой могут принять участие абсолютно любой желающий. Если вы НКО или если вы компания, у компании есть какой-то социально ответственный бизнес. Или, например, если это просто частное лицо, которое хочет сделать что-то хорошее, то все могут принять участие в «Щедром вторнике». Участие для всех абсолютно бесплатно. У нас есть сайт, на котором мы размещаем всю информацию. На сайте есть интерактивная карта. Если зайти на эту карту, то вы увидите мероприятия, которые в «Щедрый вторник» пройдут в регионах России. Кратко расскажу про результаты «Щедрого вторника» в прошлом году. В результате мероприятия приняли участие более 900 партнеров. Мы называем все те фонды или компании, которые присоединились к инициативе, которые были зарегистрированы на нашем сайте. Мы здесь не говорим о физических лицах, потому что их было несколько тысяч, и мы даже физически всех не смогли посчитать. Здесь именно НКО и социально ответственный бизнес. Более полутора тысяч мероприятий благотворительных состоялось в 120 населенных пунктах России, от Калининграда до Владивостока. У нас даже был «Щедрый вторник» Камчатка, «Щедрый вторник» Дудинка. То есть «Щедрый вторник» очень хорошо разошелся по России. Вот на одном из слайдов вы видите цифры. Мы после мероприятия тоже провели опрос среди фондов, и порядка 90% сказали, что будут в этом году тоже участвовать в мероприятии, что для них это было достаточно эффективно. Более трех тысяч признаний мы получили в рамках недели признаний. Перед «Щедрым вторником» я сейчас подробнее остановлюсь на этом, расскажу, что это было. Возможно, кто-то из участников участвовал в неделе признаний. Может быть, вы подскажете, кто, если кто-то вообще участвовал. Потому что порядка трех тысяч человек у нас приняли участие за неделю. Суть была в том, что нужно было признаться, какой из благотворительных фондов вы поддерживаете. Возможно, никто. Хорошо, я думаю, что в этом году тоже будет возможность. Так. Хорошо. Тогда давайте я расскажу про неделю признаний в рамках «Щедрым вторника». Когда, да, вероятно, они хотят признаваться, но как раз вот смотрите, когда КАФ решил организовать «Щедрый вторник» в России, мы провели исследование. И мы ежегодно проводим исследование частных пожертвований в России. И исследование прошлого года показало, что в нашей стране порядка 52 миллионов жителей крупных городов когда-либо занимались благотворительностью. То есть они кому-то помогали или где-то были волонтерами. Но, к сожалению, из 52 миллионов человек, которые когда-либо кому-то помогали, 43 миллиона об этом никогда никому не рассказывали. И, соответственно, цифры нас немного поразили. С одной стороны, возможно, это связано с традиционным русским менталитетом или с тем, что есть мнение о том, что благотворительность должна быть тихой, об этом не нужно говорить. Но вот как раз одна из целей общественной кампании и одна из целей инициативы «Щедрый вторник» – привлечь больше людей в благотворительность. А для того, чтобы больше людей в благотворительность привлечь, об этом нужно говорить. Потому что, опять же, согласно одному исследованию фонда КАП, люди наиболее всего доверяют, например, своим друзьям или близким, когда те рассказывают им о каком-то своем благотворительном опыте. Поэтому в преддверии «Щедрого вторника» мы придумали такую историю, как «Неделя признаний». Для этого на сайте «Щедрый вторник» был размещен специальный лендинг. Любой желающий мог зайти на сайт, либо сделать свою фотографию, либо загрузить в этот специальный лендинг уже существующую фотографию, расширить ее в социальных сетях и сделать подпись, какой благотворительный фонд вы поддерживаете. При этом, помимо того, что мы приглашали всех людей признаться, для того, чтобы акция стартовала ярче и флешмоб был эффективнее, мы привлекали звезд. Здесь, наверное, если говорить о каких-то сложностях, с которыми мы вообще столкнулись в рамках организации «Щедрого вторника», это одна из самых сложных сложностей была, поскольку инициатива впервые пришла в Россию, и, в общем-то, про нее до этого никто не знал, и на пробону условиях договориться о поддержке «Селебритис» было достаточно непросто. Но нам очень серьезно помогли фонды, наши партнерские фонды, которые участвовали уже в «Щедром вторнике», у которых были свои «Селебритис». Соответственно, мы через эти фонды договорились о том, что звезды согласятся поддержать эту инициативу и выступят так называемыми застрельщиками. Соответственно, первым застрельщиком недели признаний стала Ирина Горбачева. Наверное, все ее, безусловно, знают. Это актриса театра «Фоменко» и один из топовых блогеров. И буквально ее признание в пользу фонда «Нужна помощь» в первые пару часов набрала более 100 тысяч лайков, и, соответственно, у нас запустилась волна недели признаний. Дальше вот на этом слайде вы можете увидеть, что с левой стороны мы говорим о тех «Селебритис», звездах, которые заранее знали о неделе признаний, которые поддержали нас. А справа здесь фотографии тех, кто абсолютно сам присоединился к этой инициативе. И, в общем-то, на сайте можно было скачать табличку. Они скачивали табличку и либо фотографировали с ней, либо просто загружали свои фотографии. В результате у нас поддержало какое-то невероятное количество звезд. Мы даже на это не рассчитывали. Более того, в день щедрого вторника утром представитель Совета Федерации Валентина Митвиенко даже заявила о том, что, вы знаете, коллеги, сегодня щедрый вторник. Давайте сделаем что-то хорошее. Результаты этой акции в Совете Федерации мы не знаем, но в целом можем во многом благодаря этому сказать, что в социальных сетях действительно был такой резонанс нашей недели признаний. Так, сейчас пока загружается следующий слайд. Продолжая историю о щедром вторнике в социальных сетях, когда мы начали заниматься организацией мероприятия, мы, естественно, поняли, что очень важно вовлекать максимальное количество диджитал-активности, и мы решили, что нужно попробовать связаться с Фейсбуком глобальным, который в мире, мы точно знали, поддерживает щедрый вторник. К сожалению, мы не нашли контактов российского Фейсбука, но нам удалось связаться с Фейсбуком в Соединенных Штатах. Мы поговорили с командой, и, в общем-то, они сказали, что, да, скорее всего, они поддержат инициативу, но как они это сделают, мы не знали до последнего дня, поскольку связь с ними достаточно сложная, они достаточно тяжело выходят на связь, и очень сложно было организовать конференц-колы, удалось только в связи с их завитостью организовать только один, поэтому, в общем-то, мы сами не знали, вплоть до утра 29 ноября прошлого года, будет ли у нас какая-то поддержка от Фейсбука. И когда мы проснулись, мы увидели, что, да, поддержка была. Фейсбук организовал Welcome Page, на которой написал, что сегодня дрифторник на русском языке, и день добра, и мы приглашаем всех к этому присоединяться. И второй момент, в этот день можно было изменить свое фотопрофиль и поставить такой значок, но он был на английском языке, что в этот день я делаю donations. В результате, вот вы видите на слайде результаты, что порядка 60 тысяч уникальных посетителей за один день у нас было на сайте, но здесь как бы во многом это благодаря поддержке, помимо Фейсбука, поддержке Яндекса, который на главной странице также выложил наше сердце. У нас были заранее договоренности с Яндексом. Яндекс был интернет-партнером акции. Также мы вели с ними переговоры еще весной в процессе подготовки к мероприятию. Следующий слайд. Что касается работы со СМИ, я немного рассказала о том, как мы работали со звездами, мы привлекали звезд, как мы выходили в диджитал-пространство. И, безусловно, для того, чтобы максимально охватить аудиторию, одна из целей инициативы была попасть на телевидение, желательно на федеральный канал. Нам удалось при поддержке рабочего и сфера инициативы, которая была сформирована, попасть в передачу «Вечерний Ургант». Мы порядка трех-четырех месяцев, наверное, готовили эту программу, согласовывали с редакцией о том, какие герои интересны в программе, как можно подать щедрый вторник, пытались заинтересовать редакторов нашей инициативой. И в результате 29 ноября в эфире Первого канала в передаче «Вечерний Ургант» приняла участие Юлия Пересильд, это одна из звезд-застрельщиков инициативы «Щедрый вторник», и Андрей Кириленко, баскетболист, у которого тоже есть свой фонд. И, соответственно, в эфире передачи герои рассказали о том, что такое благотворительность, в их понимании, как они помогают, и призвали всех присоединяться к инициативе «Щедрый вторник», сделать какое-то хорошее, доброе дело. Наверное, это был, да, последний слайд именно о результатах «Щедрого вторника». Теперь, наверное, если есть какие-то вопросы, потому что я уже рассказала, я буду рада ответить, и я тогда перейду уже просто о организации общественной, расскажу о том, как мы это организовали, о том, что такое общественная компания, и, в общем-то, какой, скажем так, план и тайминг у нас был. Также расскажу о том, что будет в этом году. Я так понимаю, вопросов пока что нет. Хорошо, давайте тогда продолжим. Ну, вот на этом слайде вы видите о том, что такое вообще в нашем понимании общественная компания, и, в общем-то, «Щедрый вторник» абсолютно четко подходит под определение подобной компании. Координатором «Щедрого вторника» в России выступил фонд «КАФ», однако у нас была еще рабочая группа, у нас были финансовые партнеры, которые, это крупные фонды или компании, которые первыми поверили в нас и поддержали финансово, поскольку проект все-таки требовал достаточно серьезной работы. А также это, безусловно, у нас была рабочая группа, куда вошли ведущие коммерческие организации, СМИ. У нас была достаточно большая информационная поддержка, куда, как я уже сказала, вошел «Яндекс», «Ведомости». Нас поддержало агентство социальной информации, газета «Метро» и несколько порталов, которые пишут о благотворительности. То есть, в общем-то, здесь была такая именно большая общая работа координатором, который выступал в фонд «КАФ», но у нас была очень серьезная рабочая группа. Вот здесь, на этом слайде, мы кратко представили о том, как организовать городскую кампанию на примере инициативы «Щедрый вторник». И в конце презентации я вам расскажу несколько кейсов, западных и пару российских кейсов, на наш взгляд, очень успешных кампаний, которые были организованы в рамках «Щедрого вторника» в 2016 году. Кстати, у нас совсем скоро выйдет сборник кейсов, куда войдут 100 лучших кейсов «Щедрого вторника», и, в общем-то, там тоже можно будет подчеркнуть информацию о том, кто что делал, как и кто чего в итоге добился. В общем, одна из самых важных вещей – это собрать инициативную команду. Как я рассказала, у нас это был фонд «КАФ» и рабочая группа. В фонде «КАФ» «Щедрым вторником» на фулл-тайм у нас занималось несколько человек, но, как вы понимаете, уже буквально там за пару месяцев до инициативы, в сентябре практически большая часть фонда, очень много людей помогали нам, и нас очень серьезно поддержал, например, наш IT-отдел, поскольку был разработан и придуман отдельный сайт инициативы, что требует огромного количества административной вообще работы. То есть инициативная команда – это очень важно. Очень важно, что когда люди готовы работать много, и не с девяти до шести, а иногда перерабатывая. Заручиться поддержкой местной администрации. Для нас это также было, для инициативы также важно было заручиться поддержкой. «Щедрый вторник» одним из первых поддержало Министерство экономического развития, благодаря которым к инициативе присоединились большое количество регионов. В этом году мы очень надеемся, что, в общем-то, эта добрая традиция будет продолжена. Привлеките партнеров из бизнеса, спонсоров и активных участников. Да, это, в общем-то, никто с этим не спорит. Нужно привлекать максимальное количество партнеров. При этом в регионах, например, мы советуем делать акцент на малый бизнес, малый и средний бизнес, потому что порой очень сложно фонду, который хочет принять участие в «Щедром вторнике», например, или придумать какую-то совместную акцию с бизнесом, очень сложно обычно раскачать большой бизнес, поскольку у них планы планируются сильно заранее. И, в общем-то, очень нужно много для этого времени. В условиях небольшого количества ресурсов всегда проще попробовать пойти к местному бизнесу, к какому-нибудь местному кафе, спортклубу и найти какие-то точки контакта, точки соприкосновения, понять, что кому интересно и, соответственно, вместе придумать акцию, которая была бы эффективна для всех сторон. Вовлекать лидеров мнений, публичных людей. То, что мы делали в рамках недели признаний, поскольку, в общем-то, ни для кого не секрет, что привлечение звезд, благотворительный проект, благотворительную инициативу всегда позволяет, во-первых, привлечь в эту же инициативу средства массовой информации, как бы увеличить эвернос, да, знание об этой инициативе. Ну и в целом часто люди доверяют любимым звездам, любимым героям, и, в общем-то, это очень здорово. Работать с селебритис тоже непросто. Здорово, что есть большое количество фондов, у которых есть лояльные им селебриты, которые всегда готовы помочь, либо селебритис, которые очень важно, чтобы они разделяли идеи фонда, поскольку иначе люди очень видят неискренность, и, в общем-то, важно, чтобы все выглядело и на самом деле было честно и красиво. Анонсируйте цель компании. Вот что касается и нашей организации «Щедрого вторника», и вообще организации мероприятий «Щедрого вторника», которые делали партнеры инициативы. Мы всегда говорим и продолжим говорить в этом году, что очень важно заранее анонсировать свои мероприятия. Для этого, в частности, мы создали достаточно интересный сайт «Щедрого вторника», на котором есть анимированная карта. И когда один из партнеров «Щедрого вторника», фонд или компания регистрируется, у них сразу появляется возможность размещать на нашем сайте информацию о мероприятиях, которые они планируют в рамках «Щедрого вторника». И на самом деле это очень-очень важно и очень эффективно, потому что по опыту прошлого года мы можем сказать, что, например, так, кто-то пишет, что меня не слышно, коллеги. А сейчас все. Отлично. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Очень важно пользоваться инфраструктурой сайта, который «Щедрый вторник» предоставляет. То есть после того, как вы размещаете свое событие, оно проходит небольшую премодерацию нас, и после этого оно в открытом доступе на сайте. То есть там можно размещать анонсы, фотографии, все что угодно. Ну, естественно, событие должно быть связано с «Интитивой «Щедрый вторник». И игнорировать анонс никогда не стоит, поскольку в день «Щедрого вторника» и в преддверии «Щедрого вторника» вся команда и рабочая группа инициативы работают на то, чтобы создать такую большую информационную волну и для того, чтобы создать трафик на сайт «Щедрого вторника», на котором как раз есть мероприятие всех партнеров. И в прошлом году, например, мы практически весь день «Щедрого вторника» 29 числа мы только успевали, что готовить для СМИ подборки разных мероприятий с нашего сайта, которые мы отдавали в СМИ, и в результате появлялись публикации о мероприятиях наших партнеров. И, в общем-то, никогда не стоит пренебрегать анонсом. Заранее отправьте анонс местной СМИ блогерам. Да, безусловно, это также то, что я об этом сказала выше. Участвовать в неделе признаний. Мы всех призываем в этом году также принимать участие. Мы пока что не будем говорить о том, что будет, но в целом мы также планируем организовать небольшой интерактив или флешмоб, который будет в преддверии «Щедрого вторника» и который также позволит подогреть аудиторию непосредственно перед этим днем. В день инициативы также очень важно работать со СМИ. В частности, в этом году совместно с нашими информационными партнерами мы разработаем гайдлайнс для фондов, которые смогут посмотреть информацию о том, как правильно им отправлять свои релизы о мероприятиях, которые делают «Щедрый вторник», кому их отправлять, за сколько отправлять, как правильно написать какой-то анонс или пресс-релиз. То есть все это будет выложено на сайте, и это будет абсолютно бесплатно, доступно, естественно, для всех зарегистрированных участников. Регистрация, как я уже говорила, также абсолютно бесплатная, как и участие в «Щедром вторнике». Фото- и видеосъемка. Тоже очень важный момент, который мы просим никого не забывать, поскольку вот сейчас, например, мы организовали производство сборника кейсов, о котором я уже сказала, и столкнулись с тем, что очень многие фонды нам присылают свои истории «Щедрого вторника», которые такие потрясающе удивительные, из совсем маленьких городов, из регионов, но там нет фотографий. А, в общем-то, очень многие, очень важно иногда просто увидеть пару фотографий и посмотреть, как это было. Но и в целом качественные фотографии – это не секрет, наверное, это, скажу, достаточно банальная вещь, но она работает всегда. Качественные фотографии, всегда больше шансов попасть в СМИ, если у вас есть хорошая фотография. Плюс огромное количество журналистов в день «Щедрого вторника» делали там фотоподборки мероприятий, инициативы, и, соответственно, те, у кого были хорошие фотографии, кто оперативно их закачивал, немного обрабатывал, отправлял нам или в СМИ, те получали больше привилегий во время пиара, когда был пиар. Ну и вот, наверное, одна из последних – «Соберите истории «Щедрого вторника» в вашем городе, опубликуйте их в соцсетях и на сайте инициативы». В общем-то, тоже это очень важно, поскольку из этого именно собирается сборник кейсов, и сборник кейсов – это то, что тоже интересно СМИ, и то, что активно мы потом используем. Поэтому, в общем-то, мы не советуем этим пренебрегать. На этом слайде, на следующем, я расскажу немного о вопросе дня. Когда в прошлом году мы также организовывали «Щедрый вторник», мы столкнулись с тем, что очень многие достаточно поздно начали готовиться к инициативе. Например, буквально там за неделю, за две нам у нас в фонде обрывались телефоны, все спрашивали, как принять участие, как зарегистрироваться, бесплатно ли это, точно ли это бесплатно. И вопрос дня был, как вы планируете нас пиарить. В общем-то, чтобы в этом году, наверное, минимизировать такие вопросы, хотя мы прекрасно понимаем, что будет. Мы заранее всем говорим, что мы понимаем, что у них у всех есть большое количество ресурсов, что НКО организовывает огромное количество мероприятий, у них очень-очень много работы, и очень сложно сильно заранее готовиться. Но все же мы всем рекомендуем примерно летом, просто вот там в июне, в июле, в августе подумать, хотя бы примем, какое мероприятие вы хотите организовать, для того чтобы, например, в начале ноября вы уже достаточно четко понимали, что должно быть, и что мы, непосредственно организаторы «Щедрого вторника», как можно раньше получили информацию о том, какое мероприятие у вас будет, и у фондов НКО была максимальная возможность использовать наш сайт как инструмент, который продвигает непосредственно их мероприятия. Просто на этой схеме мы говорим о том, что у нас есть сайт и интерактивная карта, на которой видны мероприятия не только в Москве, но и во всех регионах России. Если навести на эту карту, в этом году мы немного ее доработаем, можно будет сделать различные выборки, например, по регионам. Посмотреть тематику мероприятий. И чем раньше ваше мероприятие будет зарегистрировано на сайте, тем как бы выше в иерархии сайта оно будет, и тем больше внимания к нему будет привлечено. Потому что, например, 29 ноября прошлого года мы переживали, что у нас вообще рухнет сайт, поскольку порядка 60-80 тысяч заходов на него было. Но, к счастью, этого удалось избежать. Поэтому в этом году мы очень надеемся, что нам удастся как-то нивелировать это все и более равномерно все будет распределено. То есть, таким образом, основной инструмент – это сайт, куда приходят СМИ, куда приходят просто люди, которым интересно посмотреть, что проходит недалеко от них и где они могут принять участие. Здесь также схематично примерно рассказано то, о чем я уже сказала. Просто хотелось бы еще сделать такой акцент, опять же, на сайте, что в этом году на нашем сайте будут выложены большое количество графических продуктов, которые также можно использовать абсолютно бесплатно для всех участников счета «Щедрого вторника». и у них будет преимущество, поскольку зарегистрированы участники первыми будут видеть эти продукты. Там также это будет какая-то интерактивная история, которая появится за неделю до инициативы. И мы, как организаторы, рекомендуем максимально все это использовать, поскольку по опыту прошлого года именно это позволяет в результате добиться успеха компании, которая участвует. Про сборник кейсов я уже также сказала. Мы в этом году уже у нас также у инициативы «Щедрый вторник» стартовал сезон вебинаров, в рамках которых мы рассказываем об успешных практиках прошлого года. Если вы зайдете, например, на страничку инициативы в Facebook, вы увидите, что мы периодически делаем анонсы вебинаров. Следующий вебинар у нас, если не ошибаюсь, будет на следующей неделе и через неделю. Мы будем говорить о том, как НКО в рамках «Щедрого вторника» запартнерится с бизнесом. Это достаточно такой животрепещущий вопрос. Как это сделается так, чтобы была эффективность непосредственно для НКО, и в то же время бизнесу было интересно, бизнес это поддержал. То есть это, я как раз говорю, разделе мастер-классы и инструкции вебинары. То есть мы уже начали работать с этим, мы запускаем вебинары, поэтому будем рады, когда к нам будут присоединяться участники. Здесь, наверное, тоже мы уже рассказали, что в этом году, очень важный момент, в этом году мы планируем «Щедрый вторник» расширять в регионы. В прошлом году, когда мы первый раз делали инициативу, изначально мы фокусировались, наверное, там, большую часть на Москву, на какой-то федеральный охват, но в результате к нам присоединилось огромное количество регионов, чему мы несказанно рады. И в этом году на конференции «Белой ночи фандрайзинга», которая у нас прошла на прошлой неделе, в которой мы участвовали тоже с инициативой «Щедрый вторник», мы объявили о том, что в этом году у нас планируются небольшие гранты для региональных организаций, для фондов, которые смогут стать координаторами инициативы в своем регионе. То есть, как бы, именно они проведут общественную кампанию в своем регионе. Мы здесь их будем поддерживать консультационно, у нас будет небольшие гранты, будет небольшая финансовая поддержка, безусловно, мы будем в первую очередь их поддерживать с точки зрения пиара, помогать им. Поэтому, в общем-то, в этом году мы делаем фокус на регионы и тоже надеемся, что это будет успешно. Ну и, безусловно, социальные сети, все, кто участвует в «Щедром вторнике», но вообще при организации общественных кампаний, социальные сети очень важны. То есть должна быть страничка своя, и она должна быть живой, интересной, обновляться регулярно. И, в общем-то, также мы на страничке «Щедрого вторника» перед инициативой где-то за неделю начинаем очень активно рассказывать о всех мероприятиях партнеров. И в день «Щедрого вторника» также у нас на страничке мы делаем постоянно какие-то истории о том, или прямые трансляции о том, как это проходит в регионах, как это проходит в Москве, в других городах. И вот, наверное, уже подходя к концу презентации, я просто сделаю, расскажу о нескольких успешных кейсах именно общественных кампаний, которые прошли в рамках «Щедрого вторника». Начну я с нескольких историй, которые случились не в России, а в США, а дальше расскажу уже непосредственно о кейсах, которые в прошлом году случились «Щедрый вторник», и на наш взгляд это у фондов получились очень интересные общественные кампании. Здесь вы видите такой кейс фондов из Балтимора, США. В рамках «Щедрого вторника» в одном штате объединились 300 фондов и 200 кампаний. На слайде вы кратко видите результаты. Но история здесь в том, что идея организаторов была сконцентрирована именно на местном бизнесе. То есть то, о чем я говорила, когда мы рекомендуем идти не к каким-то крупным компаниям, а наоборот к небольшим кофейням или к книжному магазину, или просто к какому-то предпринимателю, который известен в городе, и который, возможно, уже как-то помогает каким-то фондам, или был замечен в добрых делах, и совместно с ними что-то придумать. В результате у этой кампании был придуман собственный хэштег, который стал очень популярным, и столь такое масштабное вовлечение малого бизнеса. В результате даже мэр города заявил об этом мероприятии в «Щедрый вторник», и, в общем-то, из всех американских кейсов очень успешный был кейс именно в Балтиморе, поскольку объединились НКО и малый бизнес. Я расскажу попозже о таком же подобном кейсе, который, в общем-то, произошел в России, потому что часто возникают вопросы, что да, но вот вы нам рассказываете о кейсах, которые случились в Штатах или в Великобритании, к России все это сложно применимо. На самом деле мы можем по итогам «Щедрого вторника» в прошлом году сказать, что было очень много интересных кейсов, и, в принципе, все применимо. Здесь вот несколько картинок. Это кейсы из Бразилии. Здесь город, в общем-то, не с очень огромным населением. Им также удалось привлечь бизнес и НКО, и активно они использовали соцсети, и, в общем-то, тоже получили очень хороший результат. И здесь инициатором, если на предыдущем кейсе инициатором был фонд, то здесь инициатором был бизнес, который принял решение участвовать в «Щедром вторнике», и бизнес уже привлек НКО, привлек фонды, и, соответственно, также получилась хорошая компания. Я, наверное, чтобы не растягивать время, сейчас перейду сразу к нескольким кейсам в России. И здесь вот еще, наверное, последний кейс – это Мексика. Здесь как раз в рамках «Щедрого вторника» мы говорим о том, что участвовать не обязательно финансово участие или какой-то донейшн. Вот здесь у нас есть кейс, где университет, где как бы таким центральным звеном выступил университет и оргкомитет, которые привлекли еще пять университетов, привлекли десять компаний, которые ввлекли сотрудников, и в результате появилась такая огромная волонтерская активность, и волонтеры очень много всего хорошего сделали в городе, начиная от уборки каких-то территорий, заканчивая помощью непосредственно помощи фондам руками в этот день, которая фондам была необходима. Куда пошли собранные деньги? Что касается всех собранных средств, в рамках «Щедрого вторника» мы говорим, «Щедрый вторник» — это платформа для партнерства фондов и компаний. Соответственно, все собранные деньги идут на нужды этих фондов, то есть это идут на закупку какого-то необходимого оборудования или прямой помощи людям, если фонд занимается адресной помощью. Также деньги могут потрачены на административные расходы фонда, если фонд заранее также это будет объявлять. То есть, не знаю, ответила ли я на ваш вопрос. В целом, что касается, куда могут пойти деньги после инициативы «Щедрого вторник», здесь участники абсолютно свободны в выборе формата, акций, целей и идей. То есть все деньги участники собирают непосредственно в свою пользу, в пользу своих организаций, либо в пользу тех, кому эта помощь нужна. Я вот здесь хотела остановиться кратко на кейсе российском. Это Барнаульский фонд «Облака», который провели в Барнауле в день «Щедрого вторника» более 10 различных образовательных фондрайзинговых мероприятиях, в которых приняли участие более 200 человек. То есть, с одной стороны, нам может показаться, что не такая большая цифра, но на самом деле мы, когда получили этот кейс и посмотрели его, и вообще посмотрели о том, что писали в СМИ в Барнауле, получилось очень-очень здорово. То есть, по сути, один фонд, ему удалось привлечь и волонтеров, и нам открыть благотворительный магазин, и они успешно поработали со СМИ. У них была передача на радиостанции «Маяк», посвященная вообще инициативе. Все собранные средства были направлены на развитие программ фонда и помощь подопечным. То, о чем я говорю, то есть фонд собирает деньги в «Щедрый вторник» всегда в свою пользу. Но вот почему именно нам интересен этот кейс этого фонда, поскольку порядка 10 небольших мероприятий было проведено, и все эти мероприятия были как раз привлечением малого бизнеса местного, и в результате все они оказались очень успешны. То есть люди не стали пытаться идти куда-то в большие компании, а как бы оглянулись вокруг себя, посмотрели, какие у них есть ресурсы, и, в общем-то, у них все получилось. Еще, наверное, вот последний кейс, тоже российский, это всем известный добрый город Петербург, которые также присоединились к инициативе «Щедрый вторник», и, в общем-то, у них тоже было несколько мероприятий, очень разноформатных мероприятий. Это были и экскурсии, и уроки для школьников, и в то же время они собрали активистов и поговорили про шеринг иконами, то есть это были такие дискуссии. Соответственно, просто этим кейсом мы хотели тоже показать, что, опять же, мы не ограничиваем участников «Щедрого вторника» в том, что они должны проводить исключительно фандрайзинговые мероприятия. Цель – это не обязательно сбор средств. Иногда «Щедрый вторник» можно использовать просто как повод рассказать о какой-то проблематике или собрать волонтеров. Например, одна из компаний, которая участвовала в «Щедром вторнике», ее кейс также мы, прошу прощения, используем как очень успешный. В день «Щедрого вторника» им удалось собрать серьезный волонтерский такой отряд внутри компании. И вот, в общем-то, это не потребовало никаких привлечений средств. Поэтому, в общем-то, форматы акций в рамках инициативы могут быть абсолютно разные. Фандрайзинг не является целью, но, безусловно, мы все прекрасно понимаем, что когда фандрайзинг получается, это круто. Ну вот, на этом слайде мы собрали, наверное, самые популярные вопросы про инициативу «Щедрый вторник», которые я могу кратко ответить, которые у нас сдавали нам в прошлом году. Все ли мероприятия должны пройти в один день? В идеале, да, но мы прекрасно понимаем, что это сложно сделать. Именно поэтому, когда мы говорим о «Щедром вторнике», именно поэтому, когда мы делали флешмоб «Неделя признаний», мы говорим о «Неделе», то есть, в принципе, мы разогреваем аудиторию всю неделю, поэтому, в общем-то, если по каким-то причинам не получается провести мероприятие в день «Щедрого вторника», то это можно сделать немного заранее. Позже уже, наверное, это не столь эффективно. Опять же, мы говорим это, исходя из опыта прошлого года. «Не помешает ли «Щедрый вторник» большому декабрьскому фандрайзингу?» Опять же, как показал опыт прошлого года, он не помешал, более того, он разогрел этот декабрьский фандрайзинг. И многие у нас делали… 29 ноября уже открывали рождественские ярмарки и делали это в рамках «Щедрого вторника». Например, в Москве, в одном из бизнес-центров, в «Ситиделл», по-моему, как раз в выходные была открыта новогодняя ярмарка в рамках «Щедрого вторника», которая потом еще продлилась, но, соответственно, они захватили «Щедрый вторник», и, в общем-то, там были достаточно большие у них сборы именно в этот день. «Не потеряемся ли мы среди других участников?» Вот это достаточно… Это очень правильно, очень хороший вопрос, который нам тоже регулярно задают. Здесь, что мы можем сказать? Что со своей стороны организаторы, организаторы, рабочие группы, информационные партнеры, мы делаем все возможное для того, чтобы в день инициативы непосредственно об этом все говорили, о том, что у нас была большая такая интересная информационная волна. И, с одной стороны, можно сказать, что, да, очень много будет мероприятий, и СМИ будет не всегда просто ориентироваться в этих мероприятиях. Но, опять же, есть мы, которые помогаем, создавая различные подборки. Например, где поесть «Щедрый вторник», куда сходить, где поволонтерить, где сделать пожертвования. То есть мы как раз просим от партнеров заранее, чтобы они нам прислали информацию о мероприятиях, а мы, в свою очередь, эти мероприятия делим на различные категории. Ну, и, опять же, чтобы не потеряться, то здесь будет, в общем-то, ответ тоже с нашей стороны простой. Чем интереснее креативная акция, тем, в общем-то, она ярче и заметнее, и ей сложнее потеряться. Опять же, говоря о мероприятиях «Щедрый вторник», об акциях, креативно это не значит большой бюджет, это не значит огромный масштаб, может быть, что-то небольшое, но что-то такое душевное, теплое или, наоборот, яркое, что вот именно заинтересует журналистов и, соответственно, аудиторию. Когда начинать готовиться к компании, как я уже сказала, тайминг очень важен. Мы уже начали готовиться к «Щедрому вторнику». Участникам рекомендуем летом определиться с форматом мероприятия и подумать о партнерах в первый осенний месяц, в сентябре, сделать какие-то предложения партнерам, поговорить с ними, найти точки контакта, чтобы в ноябре было мероприятие. Если растянуть организацию, разбить ее на какие-то мелкие кусочки, растянуть ее на несколько месяцев, это будет значительно эффективнее, чем сделать резко за неделю какое-то мероприятие, потому что велик шанс, что вы что-то забудете. В прошлом году последний вопрос нам задали, не сделать ли «Щедрый вторник» ежемесячным или даже еженедельным. Наверное, это была бы наша мечта, чтобы люди, раз в месяц или раз в неделю вспоминали о том, что у них есть какой-то благотворительный фонд, который они поддерживают и помогали этому фонду. То есть у нас сейчас... Мы все говорим о важности регулярных пожертвований, о важностях такой осмысленной и регулярной благотворительности. И, безусловно, было бы здорово, если бы каждый вторник был «Щедром», но, наверное, в ближайшее время «Щедрый вторник» будет один раз в год. В общем-то, мы надеемся, что мы создадим такую добрую традицию, когда один раз в год наш большой и сложный сектор, иногда достаточно высококонкурентный, будет объединяться, поскольку, на наш взгляд, очень важно... Это объединение очень важно, поскольку мы будем показывать аудитории о том, что сектор стабильный, сектор прозрачный и, в общем-то, сектор дружный. Так, вижу вопрос. Добрый город, плюс «Щедрый вторник», плюс «Рождество», осень и пройдет. Ну, да, такой вариант тоже, безусловно, возможен. Да. Ну, если кто-то готов делать «Щедрый вторник» круглый год, мы только за. Так что, вот, наверное, коллеги, я на этом буду завершать презентацию. В этом году «Щедрый вторник» будет, мы к нему уже активно готовимся. Он будет в этом году 28 ноября, то есть у нас у всех с вами на один день подготовки меньше. На этом слайде вы можете увидеть все наши адреса. Если есть какие-то вопросы к организаторам, вы всегда можете написать на GivenTuesday kaffrussia.ru Мы обычно регулярно проверяем эту почту и всем отвечаем. У нас есть Инстаграм, у нас есть ВКонтакте, Фейсбук. Есть канал на Ютьюбе, есть наш сайт, поэтому, в общем-то, мы всегда в доступе и всегда готовы помочь, проконсультировать и что-то рассказать. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы сейчас, буду рада ответить. Если нет, то встретимся уже в рамках «Щедрого вторника». У меня есть вопрос на правах, да. Меня слышно? Да-да-да. Да-да-да, вопрос вот такой. А когда вы начинали готовить, ученик, какие вот вы цели ставили себе и можно их поставить, и как вы их там... Или не было так? Ну, было. Когда мы готовили «Щедрый вторник», мы, безусловно, активно общались с коллегами из США, которые уже организовали «Щедрый вторник». И в прошлом году, я не сказала об этом, а в рамках «Щедрого вторника» в Россию приезжала Аша Куран, этот идейный вдохновитель и организатор инициативы. Мы делали несколько мероприятий в благосфере для всех фондов, которые хотели принять участие. И вот как раз мы задавали Аше вопрос, какие могут быть KPI. Для себя мы ставили KPI количество участников, и у нас, мы надеялись, что к нам присоединится порядка 400-500 фондов, не фондов, а партнеров. Их в результате было 900. Мы не ставили никаких фондрайзинговых целей, но исследование по итогам показало, что был рост фондрайзинга. Опять же, мы говорим об этом достаточно осторожно, потому что партнеры площадки, у которых мы запрашивали эту информацию, они предоставляли информацию очень разрозненную, но мы можем говорить о том, что был какой-то всплеск, хотя, конечно, мы и не предполагали. Плюс первый год мы ставили задачу прежде всего в Эрнас, чтобы о четвертом вторник заговорили. Мы надеялись попасть там на федеральный канал, надеялись привлечь селебритисы, привлечь фонды. В принципе, да, мы можем сказать о том, что все удалось, в этом году у нас KPI выше, и в этом году будет сложнее, но мы не сдаемся. Еще такой вопрос. Когда вы готовились, смотрели на опыт американский, международный, есть какие-то кейсы в России, которые удивили или как-то сильно отличались? Вы говорили, да, что в принципе похожие везде были, но есть ли что-то, что от России отличает? Я не знаю, может быть, какие-то нюансы? Ну, я могу сказать, что каких-то кейсов, которые сильно отличают Россию, наверное, я вот так не могу сказать, но были очень интересные кейсы, например, вот такие очень душевные, может быть, прям по-русски душевные, например, благотворительный фонд «Система», один из финансовых партнеров «Щедро» вторника, и группа компаний «Сигешгрупп», которые входят в АФК «Систему», они придумали вообще, на наш взгляд, один из самых успешных кейсов «Щедро» вторника, они привезли, «Сигешгрупп» занимаются деревообработкой, я, если не ошибаюсь, и они привезли опилки в московский зоопарк, целый контейнер опилок для животных, это было в ноябре, как раз перед холодной зимой, когда эти опилки очень нужны, и вот такой получился очень теплый душевный кейс, он получился в рамках «Щедро» вторника. И вот нам кажется, что, возможно, нам хочется верить, что вот именно наш «Щедрый вторник» отличается вот такими очень милыми историями. Таких кейсов было, еще было несколько кейсов, мне сейчас сложно все вспомнить, но вот у нас скоро выйдет сборник, и мы обязательно об этом расскажем. Общая тенденция, которая есть и в мире, и в России, что, да, так как такой «Щедрый вторник» проходит в преддверии «Хай-сизон» с Рождественского, многие кейсы, они как бы перетекают, да, из «Щедрого вторника» сразу вот в такой рождественский, новогодний сезон. Здорово. И еще? Да. Да-да-да. То есть, окей, вот у вас было 900 партнеров, условно, да, и многие из них, вы хотите, чтобы они остались? То есть, как бы, есть ли какая-то глобальная цель сделать партнеров постоянными, что ли, это как вот клиенты, да, которые с вами всегда? То есть... Ну, мы не рассматриваем здесь, то есть мы не говорим о том, что именно клиенты, участники абсолютно свободны, они могут, если для них это было эффективно, а мы надеемся, что для них это было эффективно, по итогам исследования, 90% людей сказали, что да, им понравилось, и они увидели либо привлечение внимания к своей проблеме какой-то, либо там рост пожертвований, либо увеличение количества волонтеров. То есть мы надеемся, что все 900 партнеров с нами останутся, более того, мы привлечем, безусловно, новых, поскольку мы видим, что перспективы для привлечения новых участников есть, и ее много. Более того, в этом году мы очень надеемся и на то, что будет такая история в «Щедрый вторник» как личный фандрайзинг, то, чего откровенно мало было в прошлом году, но мы надеемся, что такая благотворительность малых дел. Знаете, вот, например, в прошлом году у наших коллег в Великобритании у них была ключевая идея «Do good stuff», то есть ты можешь делать, то есть ты вот, как физическое лицо, ты испек пирог в «День щедрого вторника» и отнес в дом престарелых, ты собрал какую-то свою одежду, а нес ее на переработку. То есть вот именно какая-то благотворительность малых дел и личный фандрайзинг, когда человек, например, устраивает ужин, готовит сам еду и приглашает своих друзей, они платят ему за этот ужин и деньги идут в какой-то благотворительный фонд. То есть мы надеемся, что больше частных лиц будут привлечены в «Щедрый вторник», тем самым будет развитие еще частной благотворительности в России, что тоже очень важно. Ну, вопрос такой, а как люди могут узнать о таких возможностях? То есть я понимаю, что вариантов очень много, да, там, первое, это действительно помочь к какому-нибудь фонду, но ведь все они, они где-то, где? Вот как найти варианты того, как человек может помочь? На сайте? На сайте мы будем делать, да, у нас сейчас разрабатываются инструкции, которые будут качаться личного фандрайзинга тоже. Мы собираем кейсы российские, которые были, ну, их там было буквально два-три, те, о которых мы знаем, да, может быть, мы много о чем еще мы не знаем, уверены. Плюс какие-то западные истории, да, мы будем сами, как организаторы, продвигать эту тему и, да, призывать всех. Плюс фонды могут предлагать, фонды, которые уже участвуют в «Щедром вторнике», они также могут делать какие-то инструкции для своих, там, доноров о том, каким образом доноры могут им помочь. Не просто, там, да, перечислить деньги, а сделать какую-то историю, какой-то марафон, собрать, там, какие-то помощи своих друзей, да, и перечислить большую сумму или, там, волонтерски как-то помочь. То есть, вот, здесь разные истории. Мы будем продвигать это и фонды, которые будут участвовать, будут продвигать. И мы надеемся, звезд, которых мы в этом году будем привлекать, тоже будут говорить конкретно о своей личной истории пожертвований или участии в благотворительности. И хочу еще резюмировать, то есть, для понимания, ведь правильно, да, что любая организация, некоммерческая либо какой-то небольшой фонд, он может зарегистрироваться, да, использовать всю инструкцию, информацию, которая есть, и в этом плюсе он может выбрать для себя, какие варианты из кейсов провести, чтобы привлечь то, что они хотят. Да, конечно. Либо, да, повторюсь, что это абсолютно все участники свободны в выборе форматов и целей, все участники, партнеры могут абсолютно бесплатно зарегистрироваться, и если есть вопросы, мы поможем, подскажем. Все ресурсы, которые будут выложены, инструкции, они тоже бесплатные, в методические пособия будут доступны для всех, поэтому, да. То есть, по сути, эта акция, это некий способ для организации попробовать каким-то новыми способами привлечь внимание и брать ответы? новыми способами, но в рамках большого мероприятия. Да, да, да. То есть, со своей стороны, мы создаем информационное поле для этого, привлекаем партнеров, консультируем фонды, пытаемся как-то все это объединить и даем возможность вот на этой информационной волне что-то сделать, что будет заметнее, чем если это сделать, возможно, в другой обычный день. Ну и в целом, мы надеемся, что как бы этим мы занимаемся развитием культуры благотворительности в нашей стране, потому что, как я уже говорила, наши исследования о том, что в России, на самом деле, огромное количество людей делают добрые дела, просто не рассказывают об этом, почему бы не рассказать, да, в этом нет ничего плохого. Рассказывая благотворительность о своих добрых делах, вы не хвастаетесь, вы привлекаете новых людей в благотворительность, это очень важно. Ну, может, здесь менталитет влияет? Ну, да, безусловно, мы в прошлом году много об этом говорили, и менталитет, безусловно, какие-то исторические, сложившиеся, да, в России, история о том, как вообще развивалась филантропия, но в целом, это, это, безусловно, барьер, но почему бы этот барьер не попытаться преодолеть, ведь это будет тогда всем хорошо от этого. Да, здорово. В общем, у меня пока тогда вопросов нет, я думаю, что больше тоже никто не пишет. Говорю большое спасибо вам за ваше время и за ваш рассказ. Теперь, я думаю, что многим станет более понятно, если было до этого не очень. Вот, и, ну, я думаю, что, да, если какие-то вопросы будут, с вами можно связаться по этим контактам. мы всегда доступны. Еще раз тогда большое спасибо, я думаю, что тогда можно заканчивать. Спасибо. Хорошо, коллеги, спасибо большое, всего доброго, до свидания.